лучше видно о конечно лучше вот ну вот это у нас вай-фай бесплатный соседи раздают до у нас у соседей бесплатный вай-фай мы это вот и пользуемся разрешают пользоваться ему по вайфаю через все тормозит как ваше здоровье по милости божьей такой слава богу у меня тут племянник приезжал потерявку по говорите кто племянник приезжал уехал часы деревню пока а вот вчера тут приступы считаю с камни вы в почка была алексея загуляева потеряевку приезжай к ней или рядом там я виктор живет сейчас больницу увезли его камень какой-то там в почках у нас насти сегодня один год я понял понял мы будем молиться и благодарить бога ребята сейчас вот придут с работы у меня никита и володя мы поблагодарим бога вместе чтобы такой тяжелый был год это ну что в сирии все ли тяжелее смотри он сейчас самолет погиб 92 человека разбился вчера в сочи люди погибли да погибли люди вот все теперь только говорится воздыхай больше не вернешь ничего уезжали никто не думал об этом сейчас разбирается что мы должны быть готовы каждую минуту покинуть эту землю чтобы не было так что ахи их нету я на себя руки наложу вот такие уже это нельзя так с нами христос и поэтому все остальные препятствия беды они даже рассматривается во свете священного писания он горит небо я оставлю не покинул человек может быть неверен а бог верен он неизменный бог всегда испытывает да как христианин на путь божий он испытывается последнего он не дает уже чтобы я такой состоянии было уже ты думаешь ну все уже не будет или что ты разочаровался в боге и вот так как только ты веру сохраняешь он не оставит нет уже совсем с голоду ты не умрешь да нет он не даст и единстве есть даст и в последний момент он как даст благодать даст даст так ты думаешь ой-ой-ой какой я маловерный я всегда думаю какая маловерная вера какая слабая вот это вот это становится почему вот это вера нету пылающий как уверен в бога что ну и пусть сейчас голод не оставит умереть не даст если ты христа принял у вас тепло в комнате тепло это вот такой последний да нормально так одной пойти пластья спит а остальные мы там едим у нас теперь много комнат раньше одна была сейчас допим никто не живет в них помещение то отапливаем а никто не живет а топить если эти помещения бы не до пигу доме замерзла вода три километра таскать воду далеко колонка в общем приходится топить 80 около 90 квадратов топить ой-ой-ой-ой представьте сколько дров угля жалко так надо вам надо вот вы жили дома у нас была такая кухня и комнаты и десять ребятишек десять отец матерью и бабка еще лежит бабка и на маленьком пространстве там палате как у меня вот этажи разная там нары и как там все обходились этим а сейчас я побыл на украине посмотрел родители один сын и рядом строит такой же большой огромный дом там квадратов на 100 я говорю а зачем отдельно я бы никогда раньше отдельно не жили дома старые родители это с детьми поводятся и и помогут и за столом удобнее и ты ни один детей не оставят они почему-то все разделяются как-то раньше так не было общиной жизни люди жили я говорю а сколько у вас было они говорят у нас взрослых но и было лет комнаты две 13 взрослых человек только было не считая ребятишек это табор настоящий а когда уже молодые были уже совсем трудно тогда строили всем табором опять вместе ему дом вот так люди жили они не кричат нет другая нас я говорю хочу какой-то маленькую вот печку сделать как было вот в одной дверь туда как-то буду сделать что поменьше помещение оттапливать это невыгодно по три-четыре тысячи свет это вообще вот какое маленькое помещение это удобно как-то вот сделать ну то что я сейчас так разочаровалась что начали радовались много квадратов прибавилось а сейчас я уже не рада моя всегда живу маленьких комнатах это платить ну ты видела у меня какие комнаты все маленьких но у нас тут василий был здесь нас четыре мужика от этой комнате еще двоих мог бы принять и на полу никто не будет я жил на 12 квадратах здесь и у меня 11 человек ночевала 11 взрослых и никто на полу не лежал конечно отоплять легче и дружнее кучее друг от друга как-то задеваешь говорит и теплее с детства привык так чтобы но но в этом можно сказать я вам завидую что вас это отоплять то меньше меньше да еще не экономно все игноте тихо знаете что хочу стопить денег на тепличку это весной то собираюсь потеряет у попробовать год но получится не получится не получится но уеду в на я знаю что земля как говорил пётр аркадий стал и несет нравственное начало при тебе ребятишки ты сама сажаешь и они обязательно будут копаться понимаешь как вот все рядом у тебя вода своя не платить но я хочу очень прям испытать себя но смогу я не смогу потому что я в городе росла всю жизнь я не у меня две сутки агутцы да помидоры так вот а это же надо суток 10 15 ну вот как бы и я сейчас смотрела это по интернету везде смотрю теплицы и вот хочу стопить пока пенсию лучшую чтобы теплицу поставить где-то там у вас но весной но начать там выращивать всякую зелень попробовать да но у нас там одна была она переехала хорошая огородница в корчене она рано как все это высаживает у нее в теплице то там я не знаю то ли подогрев какой не и она поставляет там магазин или куда этим живет но у нас есть хороший кто огород понимает попробовать не знаю надо поговорить батюшка я то не потеряю ски я местный как что надо заранее обдумать надо себя смирять о том а то маленько что-то не так и человек сбрендит говорит горца хвост дудка и пошел ковылять тут надо стойком по мнению по мне что это жизнь жизнь бывает и ветер бывает и невзгода все в жизни бывает а у меня говорить еще не по мне я сразу хвост трубой раньше а сейчас не по это вот такой у меня характер был тяжелый тогда не хочет господь этот год меня смирял иначе не друзей никого не будет и смирять но я с я понимаю это не у меня друзей это много и вот эти все женщины они меня не бросают я со всеми поддерживаю хорошее отношение я старалась и я если что прощение попрошу если я в чем-то не права я думаю очень 100 раз прощение попросить сто раз попросить и у тебя будет слове люди смиряются просят когда сильно в чем-то нуждаются а как наелись и легли спать знать тебя не знаю иди отсюда это бывает так не тут надо все хорошее плохое делите вместе вот заметьте вы рассказывали когда вы лежали с насти там в на сибирске а здесь люди которые ну где метели там они против меня я на это внимание не обращая не говорил лена ты держись за этих людей мы тебя к себе не тянем не вербуем я вас все время туда толкаю где вы есть там там и будьте там и держите за них а уж если сильно охота к земле посмотрите может где-то здесь можно а если нет ты следующее воскресенье вот в это вот вот сейчас будет уже новогодняя батюшка опять приедет ты выбери для себя время ты знаешь у нас служба начинается с 8 и чтобы после этого с батюшкой переговорить я-то никакой роли не играю я единственно что ну совет какой-нибудь дать дать там это лиги остановиться мы же готовимся сейчас ремонтируем дома эти не когда приезжала осенью батюшка сказал что весной можешь приезжать он же благословил это ролик даже и не против но ты тогда говори говори только чтобы я была лучше лучше слушай лена лучше все переговорить сначала надо потому что там говорили села и уехала от этой теперь уже о теплице говоришь земля а приближается весна и поэтому надо рассмотреть уже как реальность как будто бы это будет завтра потому что ты не просто так будешь то есть у каждого свое хозяйство если мы на кого-то верхом сядем мы будем тому в тягость тут надо все обдумать ребята чтобы конец закончили школу ну я я не стану нет пусть не переживаю я шею не сяду это слова я не сяду лена лена это пока слова а на деле когда дело дойдет и тут то заболели то не отвезли то не помогли упреки начнутся такое бывает мы прикинем а самом деле ты же не одна не одна и поэтому тебе надо думать сейчас о школе чтобы они школу закончили уже как надо чтобы закончили то они и надо сажать когда наши сажают рано картошки капуста огурцы арбузы дыни там все у нас растет но как эти ты должна заранее помидоры чтобы у тебя были лук там чеснок семена все это надо доставать надо обдумать все я просто я расслаблюсь здесь посажу с барнаула туда ну да и все да ну да именно ну и все здесь выросли рассаду я прошу будто от не растала я еще раздавала так бесплатно отдавал ее но вот слушай что я тебе говорю какой порядок сбирай свое гнездо тут может будет с еще позвонить и андрея знаешь папа андрей который за тобой заезжал маленький ростом такой андрюша вот договориться чтобы привез и тут на месте все рассудить домой не беги что не по тебе прошлый раз брендила тебя нету говорится понеслась по улице чтобы этого не было тут накормят у нас обед будет на занятиях и везде мы же тебя не отталкиваем мы говорим будь самостоятельно чтобы у тебя самой то не тяжело потом было ты потом я раскаиваюсь ну а тебе все же тяжело на сердце поступило неправильно люди тебя не обижали никто у нас этого нету вот и тот уже с батюшкой конкретно можно будет поговорить это пес это нужно что-то молилась мало когда не молишься и пост не соблюдаешь я просто вот пропускала среду-пятницу и не море смучил я так расценивать что когда человек не молится после без прям входит он вот в голову все его и тут эти мысли а когда молится начинаешь и пост совершенно другого отношения к людям вообще другое я просто я и смотрю общину это долго плакала вообще так плакала и расстроилась думаю почему там но мы не понимаю что это не мое это все бесовское это сатана сатана говорит под под ребра сует рогами то мы даже это перетерпеть перетерпеть ребятишки ребятишки плохому там не научиться потеряя в кощем хороша то что все верующие за детьми присмотрит он куда попало не полезет а когда свой огород они с тобой там копать все будут там надо полоть поливать там это земля а в земле у тебя все свои ты ложишься спать она растет мало того можно будет на лето там курочек каких-нибудь завести приобрести что-то вот можно стараемся как лучше это сделать только с батюшкой я не мои слова никакой роли не играют я там не живу моего там ничего нету я на лето приезжаю и уезжаю 4 месяца а вот с батюшкой вот он тебе тогда и расскажет как что насчет теплицы там у теплицы у всех есть да не по одной еще бывает большие теплицы ты все советуйся вот мне что где надо сейчас вот нужно в каждый дом купить эти электроплиты с духовками я не покупаю я начинаю думать с кем посоветовать и тогда только покупать до чтоб человек пошел со мной и покупают они для себя потому что мы думаем что у нас дети будут в двух или четырех домах мы переходим в другой формат лагеря не будет его больше нету слова лагеря не употребляем даже это наши гости а остальное время занятия гимнастика все это будет на территории лагеря то есть чтобы надо быть неуязвимыми роснадзор чтобы нас не трепал и не душил у нас работа то есть а там если вот так где то мы будем ясно дело что мы будем обращать внимание на вас дети то ваши привыкли ты видела я выставил вам сколько роликов то и там я не бегают девчонки с кружками то твои бегут говорит так быстро что платье на их за ними не поспевает соревнование было с кружками воды они бегали это соня и маша их приняли в игру в эту и как она несется то по по футбольному полю ты видела же детям детям нужен чистый воздух и господи спасти христос еще если чем-то там не помолимся мы вас под это сказала ты на будущее имею ввиду на будущее я тебя предупреждаю чтобы ничего подобного не повторялось иначе доверия никакого не будет скажут еще нам подсунул то она на каждом шагу как говорится корово совода овод когда кусает она хвост дудка и в воду лезет не так пережми завтрашний день новые надежды дает люди от которой сейчас погибли то был кормили с получал деньги вдруг никого нету дети лишились отца это не один на 92 и хоронить то некого только 10 трупов нашли а их сколько в мире погибает то мы даже помнить о нужде других людей в молитве сирии дети мы каждый день молимся об этом какие там беды совершаются вот услышали тут что авария такая то мы сразу стали молиться чтобы господь утешил родных на за этих там еще умерли мы их не знаем верующие неверующие мы сразу стали молиться мы понимаем какое большое это горе мы никого не знаем просто знаем что большая беда наши русские люди вот это самолет на вода себе разбился того в сочи так что здорово по интернет надо поменять что-то плохо у вас именно так много последний год я говорю так много катастроф идет столько самолетов разбилось какие события происходят в мире вообще прям страшно конечно мы мы притом невинных да мы к богу обращаемся и доверяемся ему и знаем что все служит нам на пользу нельзя сказать вот как я сказал когда дети погибли 10 детей в один день у него погибли 10 детей и он говорит бог дал бог и взял он сделал как угодно да будет имя его благословенно а жена начала подбивать его бог он нехороший ты похули бога поругай да и умри он тебя убьет и мучиться не будешь он говорит ты как одна из безумных неужели за доброе будем благодарить а за худое не будем и не сказал ничего плохого вот например не просто ребенок заболела 7 сыновей 3 дочери погибли в один день это вообразить нельзя потом он сам заболел проказа это нам пример пример мы должны надеяться на бога и все тут видеть я пойду давай так я сделаю из этого ролик ты не против вас слышать мы это я записываю все выставлены не против что-то не слышал слова не против не против плохо что-то у вас губы шевеляться ничего не слышно ну так ну все все давайте с богом так воскресенье не забывай отошел